Мне кажется, что сейчас совершенно особое время. Оно другое. Оно другое, и так жизнь так испорядилась, что именно в этот период у меня есть определенная уже экспертиза, есть определенная познаваемость. И получается, что то, что я думаю, мой опыт, он может быть донесен. Потому что можно все знать, понимать, но при этом не иметь канала, чтобы тебя услышать. Получилось так, что сейчас потребность общества совпадает с моими ценностями. Это тоже нужно дожить до такого момента, потому что длительное время потребности общества совершенно не совпадали с тем, что хочется говорить, поэтому приходилось мало говорить. Вот сейчас то, что требует от нас этот мир, очень конкурентно, очень гармонично с тем, что я чувствую, как я живу и какой опыт я имею уже в результате более 15-летней практики психолога, который работает в своем кабинете каждый день. То есть в годы воскресенья, каждый божий день я работаю в своем кабинете. И, конечно же, когда я куда-то прихожу с такими-то лекциями, естественно, что я оперирую не только общими социальными вопросами, но и собственным опытом. Я по первому образованию социолог, кандидат социологических наук. Поэтому, а по второму, я психолог. Ну, получается, что у меня есть такая двойная позиция. С одной стороны, я могу говорить с точки зрения конкретного человека, а с другой стороны, у меня есть взгляд с точки зрения вот этого объемного, потому что, конечно, социальные процессы, они очень важны, они очень сильно вредны. Я хочу сказать, что классно, что сегодня произошли эти изменения. Чуть-чуть я буду так. На самом деле, вот эта цифра 60+, она очень условна. Она абсолютно условна. Почему? Потому что я в разных городах читаю и везде сижу, меняю эту цифру. Честно. Потому что она очень разная. Где-то это 55, где-то это 65. Почему? Потому что у каждого человека свой психологический возраст. И в какой-то момент вдруг человек начинает ощущать некое давление следы, которое он ощущает и которое у него внутри начинает отзываться. Вот до этого момента давление следы не отзывается, а вот в какой-то момент он чувствует. Ну вот, я уже старше. И вот тут как раз человеку становится непросто. И моя задача, вот миссия моего выступления, как я это вижу, почему хожу, потому что вот это все ерунда. Вот на самом деле вот эти цифры, как и то, что нам навязывалось, сейчас меняется процесс, это все ерунда. Потому что у нас есть определенные культуральные особенности, которые абсолютно неэффективны для жизни. Это особенности, которые подразумевали всегда. Что если женщина становится бабушкой, если она переходит в какую-то возрастную категорию, то она уже как личность в меньшей степени интересна, нежели как функция. Понятно, в чем разница? Как личность, это она сама, а функция, это то, что она должна делать. И вот это было, это культурально. Это из поколения в поколение. Поэтому с этим непросто бороться. И ни одно поколение еще будет идти к этому. Но все-таки, как бы мы от Запада взяли много плохого, но и много хорошего, вот эта тенденция, которая идет оттуда, она, конечно, для нас очень положительная. Что человек может не стареть, а взрослеть. И взрослеть с удовольствием использовать. Потому что вот это у нас в стране ощущение возраста равно старости. А старость равно бедность и болезнь. И вот это вот абсолютно негативное такое убеждение, оно мешает. Безусловно, здесь я могу говорить только про психологическую составляющую. Конечно, есть еще очень много других составляющих. Есть материальная составляющая. Но я говорю только в той сфере, где я компетентна. Поэтому наша с вами задача, я считаю, что результат зависит от всех нас. От всех, кто здесь сидит. То есть, грубо говоря, от тех людей. От тех людей, которые сами перешагнули определенный возрастной внешний. Готовы ли они будут быть новаторами. Новаторы – это первое. Сейчас, что поколение, которому сейчас 60, вот именно 60, 62, 63. Это первое поколение, первое поколение, которое может не стареть, а взрослеть. На самом деле они получили бонус. Потому что все предыдущие поколения, они как бы раз и одномоментно на скамейку запасных. А вот это поколение, в силу очень многих процессов, оно этот бонус получило. Почему? Потому что длительность жизни увеличилась. И она значительно увеличилась. Вперед шагнула медицина. И более того, вперед шагнула эстетическая медицина. Женщина дольше может сохранять свою внешность. Вперед шагнуло спортивное, все направление ЗОЖ. Дольше можно оставаться в форме. И более того, вперед шагнула репродуктивная медицина. То, что сейчас девочки, ну не девочки уже, а 43-44 становятся мамами, это, конечно, дает возможность женщинам, которым 60, 63, 64, себя чувствовать совсем по-другому. Потому что автоматически все сдвигается. Есть определенные нюансы. Возраст, к сожалению, у нас идет феминизация взрослого возраста. Что такое феминизация? То есть у нас идет сильная диспропорция между мужской частью и женской. Потому что женщины, продолжительность жизни женщин увеличивается больше, чем мужчины. Кстати говоря, у нас же много нет женщин, которые вне брака. А статистика говорит о том, что женщина, которая вне брака, живет на 8 лет дольше той, которая в браке. Да. А в телефоне совсем другое. Почему другое? В телефоне написано, что в браке все живут дольше. Мужчина на 13 лет дольше. Мужчина. Дело в том, что мужчина мотивируется в большей степени тем, насколько то, что он делает кому-то нужно. Если нет той семьи, которая его мотивирует, то они, так как у них инстинкты развиты сильнее, то они начинают страдать в саморазрушительном поведении. А саморазрушительное поведение, мы все знаем, алкоголизм, рискованное поведение и так далее. Разные виды рискованного поведения, саморазрушительного. Поэтому вот эта феминизация взрослого возраста, то есть она действительно присутствует. Чем старше мы становимся, тем большая вероятность, что старшего поколения больше женщин. Ну, на самом деле, это сейчас так. Смотрим, что будет дальше. На Западе не такой разрыв, как у нас. Не такой разрыв. Тоже вот есть. Ну вот. И что хочется сказать? Что на фоне вот этого разрыва, людей, которые старшего поколения, становится все больше. Людей старшего поколения больше, больше, больше. При этом, очень злокачественные тенденции, которые маркетологами навязывались. Маркетологи для того, чтобы больше и больше продавать, они все время формируют у людей новые потребности. Потому что если нет потребности, то они ничего не продадут. Какую потребность они должны сформировать? Они постоянно должны сформировать какой-то культ, ради которого люди будут тратить деньги. Например, культ внешности. Культ внешности позволяет много продавать, процедур разного рода. Культ молодости то же самое. Культ молодости позволяет огромное количество всяких дел в продаже. И получается, что это странный тенденк, противоречие. С одной стороны, людей взрослого возраста становится больше, а с другой стороны, везде включат про то, что надо быть молодыми. С одной стороны, противоречие, а с другой стороны, очень интересный эффект. Взрослые люди становятся какими? Молодыми. Молодыми. Поэтому, то есть, ну вот не все, а те, которые будут способны из любых обстоятельств для себя взять пользу. То есть, не все так смогут. Но, за счет того, что, кстати, сейчас я читаю много на разных бизнес-конференциях, я читала в Ростове на маркетинговом форуме, и там моя лекция называлась «Серебряная экономика. Как продавать людям взрослого поколения». Почему? Потому что у нас абсолютно на этом не было никакого фокусировки. Людей старшего поколения, ну я не буду сказать, кому за 70, у них, может быть, уже с финансами сложнее, у них, может быть, с решением они сомневаются больше, хотя они очень высшаемые. Но люди 65, 63 и так далее, 67, на самом деле у них могут быть финансы, более того, у них будет больше финансов, чем у, например, того же 25-летнего, у которого вообще нет денег. Но если взрослый человек приходит в магазин, то 25-летний продавец смотрит на него, как будто бы он не перспективный покупатель. То есть абсолютно не готовы тратить во внимание вот к этим покупателям старшего возраста. Это не более чем злокачественный стереотип. А у потребностей есть у людей покупать, и другой разговор, что они немножко другие. И вот сейчас маркетологи поняли, что это очень эффективно, развернуть свои взгляды в сторону взрослого поколения, но который хочет быть молодым. И за счет того, что государство продлило, так как жизнь удлинилась, продлило пенсионный возраст. Государство продлило пенсионный возраст. Маркетологи поняли, что им надо опять новую аудиторию окучивать, потому что в житу они все прокачали. Получается, что интересы государства – это поддерживать молодость людей, чтобы это и выгоднее, и эффективнее, и так далее, чтобы они дольше могли работать. Интересы маркетологов – навязать взрослым людям, что они еще должны на себя тратить для того, чтобы заработать. И получается, что наши интересы сходятся и с государством, и с маркетологами, по факту. Потому что будут делать все для того, чтобы менять этот ужасный стереотип. То есть они будут менять стереотип для того, чтобы реализовывать свои задачи. И сегодня взрослый человек, я уверена, получит право себя чувствовать полноценным. Придется, и это будут ломать. Я сейчас говорю тем, кому за 63, 64, 65. Более того, я помню время, когда мне было, сейчас мне 64, а тогда было, тогда мне было, наверное, 25. Я помню время, когда 45 лет, ты уже, везде была графа 40 до 45 лет. Абсолютно убедительная графа. Мне было тогда 25, и меня шокидывало это. Потому что статистика говорит о том, что самый большой результат человек, психологический, социологический, для общества приносит в возрасте от 33 до где-то 47 лет. Это самый большой результат. При этом вот этот ценз до 45, он был абсолютно непонятен. В силу того, что меняется общая концепция, они вынуждены от этого отказаться, что действительно очень инструктивно. Итак, группа, говоря, это все цифры, они очень сложные, как я уже говорила. Три возраста, потому что взрослый возраст мы тоже можем поделить на группы. Они очень сильно отличаются. Первая группа, это 50 до 60, вторая 60 до 70, туда-сюда можно двигать, третья старше. Вы себя можете, вот сейчас послушаем, определить туда, куда вам хочется. Не имеет значения, сколько вам биологических лет. Вообще никакого. Ну, если я родилась маленькой девочкой, уже старушкой. У меня реально психология такая. У меня папа такой, он такой милый, мудрый старичок. Я помню, мне 22 года, я пошла в школу работать, какая ты мудрая. Меня дурно делает. Сейчас, если кто-то хочет мне сделать антикомплимент, это надо сказать, такая она этого мудрая. Это вот странно. А если сказать, какая вы наивная, ну, а вы тут младше выглядите, чем на экране, или вы худее, чем на экране, это сразу комплимент. Когда я мудрая, мне дурно становится, потому что я это с самого детства слышу, психологический возраст совершенно не соответствовал моему... У меня сын. Сын точно такой же. Вот он маленький, а у него все очень... Есть люди, наоборот, они дожили до глубокого возраста в полном инфантильном счастье. Понимаете, это просто. Они, кстати говоря, поздно стареют. За счет того, что... Я объясню, с чем это связано. Получается... Я буду еще лекции читать еще через какое-то время, про то, что мы не успеем, мы потом возьмем. Значит, младший, старший, возраст, средний и так далее. Пойдемте, пожалуйста. Ну вот, я картинки прикрепила, чтобы было понятно, что на самом деле, посмотрите, как эти люди... Это люди, которые абсолютно... То есть цифр не имеет никакого значения. Тен Тони Робернс, кто помнит и кто понял, он собирал там 20 тысяч человек в Олимпийском, и все кричат, что она альфа-самец. Ему за 60. Понятно, там Милл Стрим и забыла, как ее зовут. Очень известная девушка. Саль Мухайк. А? Саль Мухайк, да. Саль Мухайк, да. Вот, точно. Вот, пожалуйста. Теперь младший, старший возраст, потребности. Опять же, мы взглянем, да? Что хочет человек этого возраста? Он хочет статуса. Статус означает, что он хочет к себе какого отношения? Уважительного отношения, да. Уважительного. Это очень сильно бросается в глаза, когда происходит какая-то коммуникация в общественных местах. Конечно же, хочется сохранить молодость. Почему? Потому что это молодой человек относительно. И он хочет то, что у него было. Что сделать? Продлить. И запросы такого человека, они очень направлены в то, чтобы сохранить свой прежний образ жизни. У них очень много разных задач. Поэтому для них важно экономить время. Вот если люди более старшего поколения могут время не экономить, потому что им хочется его, наоборот, продлить. Потому что мало социальных каких-то интересов, и хочется очень продлить. То здесь нет. Здесь очень много функций. Здесь и своя семья. Здесь и самореализация. Здесь и дети. И внуки и так далее. Им очень нравится. Они любят, так как это поколение поздних иксов, и поздних библибумеров и ранних иксов, они привыкли, привыкли под всем разбираться глубоко. Поэтому, если, например, к такому человеку кто-то что-то хочет продать, то таким человеком нужно обязательно говорить о конкретной пользе. Потому что они не очень попадают под восторженные общие слова. Потому что привыкли влетать в суть. Очень позитивно реагируют на программы лояльности. И что главное. Все-таки вот эта группа хорошо адаптирована ко всяким гаджетам. Вот все эти гаджеты, которые есть, они лучше адаптированы. Сегодня, мне кажется, что это очень важный момент. Очень такой важный момент. Раньше, раньше, то, что менялось за 50 лет, сейчас меняется за 5. То, что менялось за 10, меняется за год. И получается, что сегодня, с одной стороны, мы можем оставаться долго молодыми, а с другой стороны, для этого приходится очень много работать. Потому что такое количество нововведений, которые, если ты их не осваиваешь, то ты автоматически начинаешь себя чувствовать в выключенном из среды. Слишком много нововведений. А для взрослого человека, чем старше он становится, тем ему сложнее. Если он борется и не осваивает, то получается, что очень сложно. Если раньше, в наше время, бабушка, дедушка, я знаю, лучшее, что может произойти с человеком, это бабушка, дедушка. Потому что я, как человек, который работает психологом, могу сказать, что когда нужно помочь человеку преодолеть психологическую травму, когда нужно помочь выбраться из тяжелейших обстоятельств, когда занимаются религиозным гипнозом, мы должны найти у человека в прошлом событие, которое давало ему энергию. 90% людей имеют массы претензий к своим родителям и при этом любят и могут связать позитивное событие со своими бабушками и дедушками. Знаете почему? Это тоже можно логически объяснить. Потому что когда бабушки и дедушки воспитывали своих детей, вот у тех детей тоже куча была протезий, было много требований, было много обязательств и было много контроля. Но когда они выросли и вырастили своих детей, а гребни пополнили, уже поняли, что не всегда, когда ты воспитываешь послушного ребенка, ты ему делаешь хорошо. Не всегда, когда ты перфекциониста воспитываешь, ты ему помогаешь, потом все на нем будут кататься. Не всегда, когда ты выращиваешь ребенка, который тебя слушается во всем, ты ему помогаешь, потому что он приходит, и он везде все слушается. И старается, что меняется. И к внукам получается отношение. Любви столько же, а контроля меньше и требования меньше. А на самом деле для человека самое ценное в детском возрасте, это хорошо, вы собравите, не поняли, я тоже об этом много говорю. Что самое ценное для человека во всем любом возрасте, чувствовать, что его просто любят. Если человек чувствует, что его любят и он нужен просто так, любая система начинает развиваться по лучшему динамику. Вот ребенок абсолютно девиантный, неадекватный, если он чувствует, что его любят, он будет потихоньку развиваться в лучшую сторону. Если ему говорят и такой, и такой, и такой, это будет худшая динамика. Ребенок застенчивый, если работать с ним и не говорить, что он застенчивый, но давать ему чувство любви и потихоньку с ним осваивать все-таки что-то, он будет избавляться от застенчивого. Если он говорит, ой, боже, у меня сын застенчивый, все, это мы ему что делаем? Прикрепляем, ну, поэтому любовь в моем понимании, не в моем понимании, но я как бы в своем опыте, да, любовь это самое речащее чувство. Так же, как и благодарность, это одно и то же чувство, с разносторонних. Любовь и благодарность это одно и то же чувство. Они обладают магической и речащей силой. И бабушки, и дедушки в лучших вариантах дают это не всегда. Иногда бывает так, что бабушки, и дедушки в силу того, что дети не дают им признания в семье, начинают образовывать межпоколепную коалицию, начинают пытаются встать для своих внуков мамами или папами, лучше мамами, чаще бабушки это делают. Они начинают при своих детях говорить о том, то есть при родителях, говорить о том, что те не так ребенка выращивают, воспитывают, что они лучше это делают. Более того, часто называется это, знаете, межпоколенная коалиция. То есть они, бабушка и внучка, дружат против мамы, которая сразу еще на работе. Мама прибегает к психологу в полном возмущении, но когда мы начинаем разбираться, оказывается, бабушке не дают выйти на работу. Бабушке нет своего времени. Бабушка не может, с ней никто не разговаривает дома. Кто будет ее тогда целевая устроить, у нее никого нет? Ну, конечно, это ребенок. Но она же не может вообще быть никому нужной. Если дети не дают внимания или не дают времени, чтобы она реализовывалась во вне, или она боится это делать, и боится попросить помощи, то, конечно же, человек ищет реализации там, где он есть. И, конечно же, будет бороться за это первенство, потому что для нее это будет жизненно необходимым. Ну, в целом, в целом, конечно, вот бабушке и дедушке это очень круто. Так, к чему я сейчас сказала? Если у нас это было понятно, то сейчас очень сложно. Почему раньше мы всю информацию у кого брали? У старших поколений. Мы видели старшего человека, у него пытались взять. Ну, это может быть на три года сверстник, или это родители, или это бабушка и дедушка, которые делились с войном. А сейчас что сделали? Сейчас информационное пространство обесценило передачу трансгенерационную от поколения к поколению. Сейчас ребенок сидит, и можно учить бабушку уже по полной программе. Очень сильно идет нарушение авторитета. И здесь очень важно говорить о том, что мы живем в веке информационном, и в этом веке есть возможности, но в это время есть очень большие минуса. Очень большие минуса. Я везде хожу, я считаю, что я выхожу с этой целью, объясняя людям. Это, наверное, очень сейчас важно. Обычно это люди понимают в возрасте. Но я, как человек, который родился старушкой, понял это рано. Но это очень важно донести. Очень многие люди сейчас, да во все времена, но сейчас особенно, путают свою личность со своим интеллектом. Сейчас объясню, что я имею в виду. Человек, который умный, вот он может обрабатывать много информации, у него много знаний, он много видел, он постоянно без знаний жадно набирает. Кругу формируется ложное ощущение, что он лучше других. Но это не так. Это иллюзия. Мы не тождественны нашему интеллекту. Интеллект это всего лишь одна из наших функций. Так вот, так как идет бесконечная популяризация именно информационного контекста, а интеллект-информация, да, то получается, что знания, информация, все это очень сильно возрастает в цене. Люди бесконечно друг другу декларируют, как много они знают. Наряду с этим растет очень сильная критичность людей. Наряду с этим растет обесценивание людей. Люди, которые мыслят очень эффективно, очень эффективно, сейчас учат постоянно, как мыслить системно, критическому мышлению, как нужно уметь вычленивать, и это необходимо, потому что слишком большая информация. Если ты этого не будешь делать, то ты потомки. Но, к сожалению, параллельный процесс, который идет, у людей начинает атрофироваться душа. Вот я что хочу сказать. Ну, душа я тебе образно говорю. Эмоциональный мир начинает страдать, потому что доминантный становится интеллект. На самом деле, сколько бы у человека не было знаний, сколько бы у него не было экспертизы, сколько бы у него не было бы понимания, как надо сделать что-то лучше, в итоге это приводит к тяжелейшим формам перфекционизма, с постоянной гонкой доказывать, что я лучше других, с бесконечными самосовершенствованиями, которые никогда не останавливаются, и самое главное, с глубоким внутренней неудовлетворенностью, что я что-то упускаю. Потому что сейчас так много предлагается, что все абсолютно начинают ощущать, что они что-то упускают. Рядом с этим душа начинает беднеть. Не потому что люди недобрые, а потому что на это не хватает жизненного ресурса. И мы должны все время, везде надо это говорить, что если мы в себе сохраним способность любить, ну, добро, грубо говоря, то это намного лечебнее, чем миллионы знаний. Поэтому именно взрослое поколение, взрослое поколение, которое чуть-чуть может остановиться в своем беге, может быть носителем этого состояния. Это может быть очень ресурсно и для семей этих, и для окружающих. Почему? Потому что нет такого бега. Но тут очень опасная есть тенденция. Человек с возрастом часто начинает впадать в депрессивные состояния. Если взрослый человек сможет, ну, если среда ему поможет, много факторов должно сложиться, не впасть в депрессивное состояние, то он становится уникальным. Он носитель вот этого доброго состояния. Конечно же, нам надо, чтобы все прокачивали это доброе состояние, но я, например, прихожу в крупную корпорацию, тренинг вести. Я много видов тренингов. Я веду тренинг конфликтологии. Но как нужно выходить из конфликтов? Как нужно... И тут мне через два часа тренинга говорят, а это вообще не то, что мы заказывали. Нам нужен тренинг. Как побеждать? Как поддавить оппонента? У нас совсем другие задачи, Анетта. Вы откуда пришли из своей сказки? Идите отсюда. Вы пришли тут рассказывать, как со всеми поладить? Вы что, кот Леопольд? Ясно, что шла такая, думаю, точно, вы Леопольд не подходите. Действительно, в этой компании это было не нужно. Компания такая. В десяти других наоборот запрос на это. Но сейчас мир так устроен. Мы должны прокачивать доброту. Пусть это модным словом немножко заношено, поношено, но доброта – это благодарность. Доброта – это нужное для нас внимание. Что такое доброта? Она нас лечит. Например, человек управляет его внимание. То, на что мы направим свое внимание, то начинает увеличиваться. Это автоматический процесс. Ну, например, если я направлю свое внимание на то, что здесь такая уютная атмосфера, что будет происходить с моими силами? Они будут увеличиваться. А если я найду что-нибудь, правда здесь трудно что-то найти, но если у меня критическое мышление и есть огромная потребность найти, что плохо, ой, я точно скажу, а почему у меня стул, а не кресло? И сильно из-за этого расстроюсь. Ну, мне всегда не везет, я всегда по остаточному принципу. Вот так, как всегда. И вместо того, чтобы получать удовольствие, грубо говоря, я буду из-за этого расстраиваться. Внимание нами абсолютно управляет. В возрасте мы должны очень много сил тратить, чтобы прокачивать позитивное внимание. Потому что автоматически с возрастом снижаются нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение. И нужно, ну, когда мы работаем со своим вниманием, направляем им в нужную сторону, мы прокладываем новые нейронные пти, которые эти нейромедиаторы начинают продуцировать. И настроение будет подниматься. И наоборот, если мы будем замечать плохое, то у нас будет отток энергии. То есть наша цель и задача, проходите. Наша цель и задача сделать все для того, чтобы из нашего внешнего контекста вытащить что? Все то, что может сделать нас сильнее, способнее, радостнее и так далее. И я тут не пойму, честно говоря, что делать с телевизором. Наверное, надо выписать. Хотя для взрослого человека телевизор – это дешевый способ, вернее, бесплатный способ проводить время. Но, честное слово, вот я вам просто говорю, имея вот такое, как тут, вот я влашу, честно говоря, так расстроена, что мама не пришла, она на работу пойдет. Имея вот такое место, это просто надо страдать саморазрушительным поведением, я там, думаю, после этого мне не надо передачу приглашать, саморазрушительным поведением, чтобы сидеть и смотреть страшные темы, которые поделизировали. Вчера мне так плохо стало, готовились к вам, старались, что-то там, опять переконыли на заново эту презентацию, что-то хочется все успеть, а всего час. И фоном телевизор же. И тут там рассказывают, не буду вам говорить, чтобы вам не было настроения, рассказывают неприятную историю, что случилось где-то. У меня, а я впечатлительная, я быстро, я не могла работать потом. Я прямо так, у меня руки обмятли, я начала представлять, все. Да. И все, понимаете, все. Я думаю, я что, сумасшедшая, зачем мне это нужно? Я смотрю только развлекательные передачи. То есть, ну, если там, либо это какое-то кино, например, я люблю смотреть какое-то глупое кино, но я обожаю. Какой-нибудь, где идет там какой-то фильм, знаете, 10 серий подряд, я выпишу свои статьи, там, еще что-то, оно фоном идет. Я понимаю, что там все сказка. И даже если там кого-то, каждые 20 минут кого-то убивают, я не расстраиваюсь, знаю, что-то актеры. когда я вижу какую-то, вот когда информационный идет повод, реальные ситуации, очень сильный отток. Ни в коем случае не ешьте перед телевизором. То, что вы кушаете, когда человек кушает, у него все это проходит внутрь, без барьера. Вся информация. Тоже детям, скажите, внукам. Когда мы кушаем, нужно говорить только о положительном. Вот ребенок приходит из школы, всем кушать только про хорошее, не спрашивайте глупого. То же самое. Семья, семья села, вы с жена. Во время еды о хорошем говорите. Не говорите о том, как плохо, как нет денег, как нет здоровья и так далее. Потому что мы так себя сами гипнотизируем. Че, когда ест то, что мы проговариваем, очень сильно будет трюхой. Понятно? Поэтому вот этот момент прям все запишите. А, когда человек ест, любой информационный контекст должен быть положительным. Телевизор, если вы включите, например, приятного Максима Галкина, слушайте его, или привет Андрей, где все такие прекрасные звезды, слушайте. Потому что это, в принципе, позитивно. Но новости во время еды со схрониками не надо слушать. дома то же самое. Не выясняйте отношения не выясняйте отношения во время еды. Это важный момент. Ну, очень коротко скажу, потому что это немножко показалось, что средний и старший возраст 60-70 уже в большей степени нуждаются в комфорте, больше нуждаются в безопасности, подбирают вещи, которые просты в использовании. В этом случае, конечно, немножечко сложнее с обработкой разных современных гаджетов. Поэтому, если вы себя прочесаете к этой категории, то вы что должны сделать? Преодолеть страх вот этого телефона. Преодолевайте. А нас учат. Я знаю. Вот некоторые говорят, что это не нужно, я все равно не смогу. 84 года будет. И такой длинный... Молодец. И будет круче других. Это единство. Да. Это будет круче. Это... Он является... Его надо... Его надо... Он еще и может лекция читать, кстати. Вот если такого человека... Вот кто-то должен читать лекция. За лягку ходит. Умница. Пришел ёршик такой. Моечка вообще. Хотите прикол? Тоже, немножко подстучу. Бабушка, дедушка моя... Я вообще обожаю своей бабушке. Дедушка, бабушку вообще обожаю. Все время ее рисовал Бузунов. Она училась в институте Азии Африки. Один раз она танцевала с Примаковым. Открывали они вечер. Бабуля танцевала с Примаковым один раз, но это позволило ей до ее 89 лет говорить всем, что она с Примаковым открывала... То есть это был такой... Очень бабуля вообще меня огонь была. Я обожаю. А, когда она вышла за дедушку замуж, дедушка у меня был такой. Он такой настоящий мачо. Он трудно удерживался в... Как сказать? В семейном потоке. В семейном потоке это был огонь. Другой. Другой. А? Да, очень. Совсем тяжело. Но бабуля была огонь. Я потом сейчас прикол расскажу. Бабуля была очень продвинутая по тем временам. Она даже имела свою женщину на АТС. Ух ты. Понятно, да? Он был руководителем предприятия. Так она подключила эту женщину, чтобы когда на это предприятие даже не было мобильных телефонов, звонили его подружки, чтобы дома раздавался звонок, и она могла все услышать. Понятно, да? Сейчас крутые. Нет, тогда никого посудного не было. Это было те времена. Бабуля была огонь. Когда у него на начале свидания бабуля одевала лайковые джинсы, она была единственная, кто в том возрасте, ей было 55, ходил лайковые джинсы, у нее хорошая категора была, и бежала туда. И говорила, так, ты думаешь, ты самый умный, что ли? Вот. Но еще было весело. Бабуля на машине ездила в те времена. В общем, это был период не такой долг, 5-7 лет было тяжело. Но не в этом дело. И она всю жизнь потом вспоминала, что ты как мне испортил жизнь. Знаете, как женщина, когда молодая, она королева, он ее добивался там, потом в среднем возрасте, он король, она не знает что. А потом его инфаркт стуканул дважды. Все, королева вошла вообще сразу в свою роль. И до глубокой старости она говорила подробно все. И он сидит такой, говорит, я всю жизнь любила одну женщину. Надо было наблюдать вообще эти все игры их уже. Я всю жизнь любила одну женщину. Мы ржали всех, потому что мы все это видели. Так, в общем, они уехали, потом они уехали, они с границы жили. Жили в Канаде. И прикол был, и как-то я туда поехала. Я нечасто туда ездила, а я поехала в Канаду. И такая прикольная история. Сижу с бабушкой на балконе, ему получается 75, бабушке 75. И дедушка встает, а он очень любил наряжаться всегда. Вот как вот маечка, ершик, и все остальное. И он становится и одевается. Одевается так аккуратно, красиво. Я, значит, вспомнила в детстве, что он тоже так одевался, она ругалась ему всегда, когда он так выверенно одевал галстук, проверял маечку там. И тут опять стоит, такой одевается. Но он же не реагирует. Сидит такая, на балконе курит сигарету, на любимую надо вкурить. И тут он видит, что он выходит. Она говорит, смотри, смотри на этого. Он пошел в парк, у него там подружка есть, ей 7,7. Смотри, как оделся, у них сейчас там свидание. Говорит, не надо мешать. Ну то есть возрастом мы уже не мешали, потому что мы понимали, что это что? Для него Таймс. Он выходил туда навстречу, одевался красивый. Поэтому очень многое забить. Кстати говоря, он был единственным, кто пережил два инфаркта, обширных, после которых он прожил 24 года. Это невозможно. И это было, во-первых, бабушка за ним смотрела, конечно, но дело не в этом. Воля к жизни была. Все время человек системно делал все для своего здоровья, но не злокачественно. Там не было такого, что он целый день мажет что-то себе. Нет. Но каждый божий день гулял столько, столько сказал врач. Отказался от спиртного, отказался, мог бы и не прожить, но вот Бог дал. Вот. Поэтому это очень прикольно. Итак, старше 70 лет, опять же, от нас зависит. От нас зависит. Минусы, которые здесь образуются, люди взрослого возраста, ну, сильно старше 70, они становятся внушаемы. Поэтому нужно быть аккуратными с точки зрения всяких людей, которые начинают что-то предлагать. Ну, правда, я и так внушаемая сама, и сейчас. Когда я вчера пошла, в общем, прикол, в очередной раз я решила пойти в 4-й институт учиться. Это стандартная история у меня. Уже заплатила деньги, пошла учиться, записалась. Французская программа психоанализа. Все сделала. А прихожу и понимаю, что у меня каждые два дня надо сдавать статью. Все вечера у меня наступления или какие-то приемы каждый день. Съемок очень много. Радиопередача. У меня семья, дети, первоклассница, дочка. И я понимаю, что у меня что-то не то с головой. Я такая говорю, нам надо бы деньги как-то, надо как-то, в общем, сказать, что я не буду. Ну, в общем, муж там сделал 3-4 движения, нужно пойти подписать бумагу. Мы, значит, едем, опаздываем. Там осталось 5 минут до конца рабочего дня. Я им говорю, все, я побежала, чтобы успеть. Он говорит, иди. Я прихожу, а он машину внизу паркует. Я прихожу, они говорят, да, мы все подготовили для возврата. Возьмите, пожалуйста. Я все, значит, это заполню. А вы точно подумали, у нас здесь еще одна хорошая программа. Я, да, и, в общем, короче. Я уже все отложила, все свои бумажки по возврату. Я уже стала продумывать, почему стоит это сделать. И я уже такая говорю, ну хорошо, я завтра решу. И в этот момент мой муж говорит, я точно знал, что надо идти. Я точно знал, что когда тебе начнут кто-то розово говорить, а так ты любишь учиться, именно, что касается обучения, тебе все легко продать. Потому что мне все кончится. Поэтому нам от уметь отказаться тоже хороший навык. Мы создаем новое имя взрослого человека. Это зависит от всех нас. В этом участвуют сами взрослые люди, в этом участвуют наши дети, ваши дети. Вот, например, я, да, я делаю все для того, чтобы моя мама чувствовала себя молодой. Например, я ее даже, ну, чтобы было понятно, мои дети ее не называют бабушкой. Я сказала, что называйте по имени. имени. Он маленький, вроде бы, момент. Почему? Она у меня молодо очень выглядит. Прикол, если она, ой, это вообще было интересно, как однажды, когда я сильно очень болела в 2006 году, ну, тяжелое заболевание, я очень сильно поправилась, очень сильно болела. А мама у меня родила очень рано, 18 лет. Мама у меня такая, она, ее в свое время приглашали в манекенщице, работе актрисы, она так за собой сидит, красивая. В общем, я себя очень плохо чувствую, меня привели к врачу. Мама у меня приходит к врачу, я себя плохо чувствую, я говорю, сильно поправилась, на 30 килограмм больше и так далее. Врач такой сидит, да, мама с дочкой, да, пришли, смотрит на меня, такая, мама, смотрит, дочка, мама такая сидит, и я, мама раструлась, я такой, да, да, все правильно, вы говорите. Врач понял, что что-то не то. То есть, если моя мама там в хорошем настроении, настроение очень сильно внешнее зависит, когда моя мама в хорошем настроении, она идет с моими детьми, как будто бы это ее там, дети, которые она поздно там взяла. Вот. И для того, чтобы не маркировать везде возраст, я сказала, что, пожалуйста, называйте по имени. София, а они сами придумали и Софочка, 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 Софочка. То есть, и это бессознательно уже человека делает моложе. То же самое я ее не называю мамой. Я ее в обществе называю по имени. В том, конечно, мама. Я сейчас, я не говорю, чтобы вы так делали. Я говорю про то, что очень важно, чтобы у молодого поколения, было желание сделать так, чтобы старший человек вел какой образ жизни? Очень активный. Молодой. Когда моя мама говорит, я возьму двух детей и поеду с ними на море, то я говорю, нет. Она говорит, почему? Им нужно море. Я говорю, нет, с двумя ты не поедешь. Почему? Очень тяжело. С двумя детьми это не удовольствие. Ей хочется быть, она хочет быть полезной, но если она едет с одним ребенком, то и ребенку хорошо, и ей хорошо. И удовлетворенность возникает, и нужность, и в то же время не тяжело. Она ехала, например, 7 лет назад, не уставала, а сейчас она, например, поехала с двумя. И я вижу, она пришла, я вижу, что она устала. Все. Я говорю, мам, это было в том году, в этом году, я хочу поехать, я сказала, нет, с двумя ты не поедешь. Я не говорю, почему. Я не говорю, почему. Потом я уже сказала, мам, два ребенка, они требуются разного, у тебя там вахта становится, а не отдых. Какой это отдых? Это вахта, тяжелая вахта, зачем это нам нужно? Поэтому, очень важно, чтобы дети говорили, занимайся своими делами, и иди туда. Я что вижу? Я вижу, что очень многие дети хотят, чтобы матери занимались своими делами, умирают хотят, чтобы матери были разноклановыми, но мамы боятся, они отказываются заниматься своими делами. Страшно. Они не умеют, они не привыкли, их никто этому не учил, и у них дурацкое убеждение, что они должны заниматься детьми. Поверьте мне, очень многим детям это втятость, потому что получается, что мама, старшая мама, я всегда говорю, у нас есть старшая мама и младшая мама, это чтобы, ну, как бы, старшая мама, это бабушка. Старшая мама, она, получается, что, если только концентрируется на этой функции, она начинает связывать все свои жизненные смыслы с этой семьей. В семье тяжело, семье тяжело обслуживать смыслы. Понятно? Это тоже важный момент. Это очень важный момент. А старшее поколение наше, оно привыкло, что оно должно жертвовать. Оно сначала все жертвует, а потом просит отдать долги. Все сказать, моральная ипотека. Я все ради вас. И хоть стреляют. Понимаете? Нельзя. Поэтому нужно быть смелым, новатором, чтобы признать, что я хочу заниматься собой. Я на это имею права. Но бывает крен. Сначала в одну сторону полностью все отдаю, а потом что? А потом, да, пошли вы. Я с вами не буду знаться. Я бы теперь ушла жить отдельно. Все я вам отдала. Все у вас есть. Нет. Это не то. Это значит, что отсекается какой-то важный участок. Важный участок. Нужно уметь не быть либо в очень плотном таком слиянии, слиянии, либо вообще никак. Как раз эффективная коммуникация, здоровая коммуникация, это баланс между близостью и дистанцией. Он очень сложно выдерживается. Но нам это важно. Быть с детьми на дистанции, но при этом не чувствовать, что мы отделены. Обращаться к ним с просьбами. Очень важно детям, чтобы родители обращались с просьбами. Они чувствуют себя важными. Но мои исследования показывают, что родители не умеют к детям обращаться с просьбами. Потому что просить они не привыкли в принципе. Есть убеждение, что не дадут. Есть убеждение, что показать слабость. Есть убеждение, что я навязываю. Кучу разных убеждений. Но взрослый человек, вообще любой человек не может жить и ничего ни у кого не просить. Вообще любой человек. Хоть 5 лет, хоть 15 лет, хоть 35, хоть 70. Люди, которые не умеют просить, начинают подменять эти жанры. Они то, что хотят получить, не облекают в речевом пространстве просьбу, а начинают хитрые способы использовать. Например, вот это тоже из жизни. У меня молодая пара обратилась совсем по другому вопросу, что есть напряжение в семье. И один из пунктов не единственное. Один из пунктов было, у них очень большие конфликты. Значит, на одни выходные одни родители просят на дачу, на другие выходные другие родители просят на дачу. Не остается время для каких-то своих интересов. В общем, они раздражены, и у девочки очень сильное убеждение, что муж обижает маму. Что он ее не уважает, что он ее обижает и так далее. Когда мы стали исследовать, еще было прикольно. Такие были моменты с его позиции и с ее. Она говорит, он в прошлые выходные мою папу обидел. Сейчас нам ехать, я не хочу, чтобы даже ехать, потому что мне тяжело. Мы тогда начинаем анализировать, оказывается. Ой, спасибо. Оказывается, он приехал туда, а бабушка, значит, выращивает что-то. Что она выращивает, я не знаю, то ли картошку, то ли огурцы, не помню я. Но кто-то очень выращивает. Понятно, что для взрослого человека выращивать это что? Это деятельность, которая приносит удовольствие. Еще что? Способ заботиться о своих близких. То есть, это способ заботы о своих близких. Что еще выращивает? Выращивать это чувство безопасности. То есть, если у меня есть что-то, что я своими руками, то в случае чего, потому что человек в этом возрасте уже тревогу часто испытывает. Ну и так далее. Но это для взрослого человека. Для молодого человека, которому там 27 лет, и он хочет в выходные заниматься совершенно другими вещами. Его приглашают, да-да, что бабушки. Что делает дочка? Дочка только приехала к матери моментально в огород. И она сразу же туда, чтобы делать то, что... но мама же, она же не глупая. Она же понимает, что только дочка этим занимается. А сын куда? Ну, не сын, а... Жень. Жень. Куда сын? На диван. Что в руках? Ланше. Ну, мамуля начинает закипать, едина. Дочка там, опять лежит. Что делает мамуля? Надо начинает ему говорить, ну что, твой опять лежит. Ну, понятно. Что с дочерью в этот момент? Ужасный убыток ресурса. Потому что мы берем и направляем внимание, помните, я про внимание говорила? Направляем внимание дочери туда, где ей будет неприятно. Давайте подумать, а нам это зачем? Убыток идет у дочери. Посмотри, опять твой лежит. Вот такие фразы. Или «Он тебя не уважает». Ну, и так далее. Любые такие формировки. Когда хочется что-то сказать в сердцах, вы подумайте. Та фраза, я не знаю, можно не дыре говорить, я просто так, фактически. Вы подумайте. Сказанные фразы матери являются буквально гипнотические. Почему дочери часто, и сыновья, особенно дочери, так адресируют против матерей? Почему возникают такие жуткие конфликты именно с мамами? А потому что с течением жизни человек взрослеет. И позицию, мысли, убеждения других людей он что может сделать? Отсекать. А мать, которая обеспечивала ему выживание в детском возрасте, является фигурой, чьи слова обладают магическим действием. и если мама что-то говорит, что тебя разрушает, то выкинуть это не может, это через злиться. Ты начинаешь злиться, потому что она в этот момент тебя негативно гипнотизирует. А мама так начинает мыслить, потому что у нее такое внимание, потому что у нее уже, наверное, медиаторы хуже работают, она из-за всего тревожится, у нее много времени, она замечает то, что плохое. поэтому это очень важный момент. Дальше это мама сказала дочери, дочь еще больше копает, чтобы за двоих. Но мама это вообще никак не устраивает. Толст-то никакого. Раньше подбираться к этому месту лездущего, где тот ты. Подбирается она с такими словами надо скопать огород. Я так думаю, скопать надо, то есть она не говорит, например, Саша, помоги нам, мы не справляемся. Или, Саша, мне нужна твоя помощь. То есть такая открытая коммуникация. Будь добр, поднимись, помоги, нам твоя помощь нужна. Если он встанет и поможет, надо будет сказать спасибо, Саша, ты умница. Нет, это очень не подходит. Надо говорить, надо скопать огород, для того, чтобы Саша сам понял, вскочил, пошел это делать, и это будет подмена жанра. Это называется сообщение о намерении. То есть человек открыто не просит, но он вынуждает другого делать то, что ему надо. Саша бы купил и огурцы, и картошку, все бы купил. Но не дай бог он такую кощунственную мысль произнесет. Понимаете, это разрушение всего этого смысла выращивания вот этих вот помидоров там, это же старшее поколение реализует свои смыслы так. что получается? Экспансия на них время, но если ты экспансируешь, но при этом говоришь, помоги мне. И он встает и делает, надо сказать, здорово. Нет. Поэтому она говорит, надо скопать огород. А у него эмоциональная тупость. У мужчин, например, очень хороший защитный механизм. Эмоциональная тупость. Он продолжает еще глубже вникать в свой афон. Тогда нет, с мамой так просто не справишься. Старший. Она начинает подбираться к нему с другого бока и добавляет изитационные вздохи. Знаете, болит спина. Надо скопать огород. В общем, в итоге, если он не встал, то через неделю дочка говорит, как ты так можешь с моей матерью? Она тебя просила, а ты отказываешься. Но она не просила. Она не просила. Вот. Да что он ей говорит? Да мне вообще не нужно. Не твой огород, не твоя мама с его помидорами. Мне это не надо нафиг. Я хочу сидеть здесь. Если ты не умеешь своей маме сказать, что вот твои смыслы, а вот мои смыслы, вот тебе надо для нас выращивать эту капусту или так, что она выращивает, а вот нам надо где-то шаровыжничать непонятно где, гулять там со своими сверстниками. А вот это тонкий момент. Это не значит, что мне надо приезжать и копать. Это не должно быть каждую неделю. Да? То есть, я хочу сказать, что нам важно, важно отношение к честности. И если мы честность начнем пригласить, что мы не боимся о себе позаботиться, мы не боимся заниматься собой. И наши дети хотят, чтобы мы это делали. Они придумывают разные способы, чтобы приклеить внукам. то всем становятся лучше. Всем становятся лучше. И я хотела бы про установки сказать, которые мешают человеку сохранять свой прежний образ жизни и быть молодым. Негативные установки запишите. Это прямо вирусы, которые нам мешают. Первый вирус. Человек старшего возраста, причем это может быть, кстати говоря, и в 30 лет уже в 17. То есть, не имеет значения сколько лет человеку, но это вот работает. Если бы я была моложе. Была моложе, потому что больше женщины все-таки во-первых, такие негативные установки имеют, во-вторых, я помню сказала, что взросление идет по женскому типу. Ну, был тоже может быть, если бы я был моложе. То есть, я уже не в том возрасте. Начинать уже поздно. Если бы я раньше. Почему это негативно? Потому что, если мы начнем анализировать, то мы увидим, что человек смотрит куда? В прошлое. Правильно. Как только человек начинает смотреть в прошлое, его мозг начинает стареть. Наша задача быть в настоящем, думать о будущем. Это и есть инструмент сохранения молодости. Поэтому, как только мы мыслим, если бы я была моложе, я уже не в том возрасте, мы должны в ответ сказать, нет, именно сейчас у меня есть время, возможность, поддержка, чтобы начать. Вот, взрослый возраст, это время начинать то, что не получалось тогда, когда было много других обязательств. Поэтому, это что надо перечеркнуть и сказать, что как раз сейчас мне надо начинать. Если человек занимается новой деятельностью, то его мозг прокладывает новые нейронные пути. Если человек чему-то учится, то его мозг получает команду, что впереди много жизни. Он оздоравливается, а мозг управляет всем нашим здоровьем. Если человек все время прокачивает у себя положительное внимание, все время замечает, как другие люди ему помогают, о нем заботятся, поддерживают, любят, то мозг получает команду, что мир вокруг благожелательный, в нем надо находиться как можно дольше. Знаете, очень богатые люди без конца проверяют свое здоровье. Чем богаче человек, тем каждые три дня он его проверяет. Я понимаю, там сколько денег, что жутко не хочется умирать просто. Но надо, да, просто они понимают, что вряд ли такое возможно после перевоплощения. Поэтому они прямо так себя проверяют в утро дольше. Так вот, они видят будущее, поэтому они не могут держаться. Поэтому нужно постоянно чему-то новому учиться. Более того, хороший инструмент, делайте что-то новое. Встаете из утра, расчесываетесь другой рукой. Идите другой дорогой туда, куда вы привыкли ходить по одному. Смотрите другую передачу, другой канал. Читайте другую книгу. Понятно? делайте не то, что привыкли, потому что это автоматически будет запускать вопросы омоложения. Почему важно учиться? Потому что ты приходишь к учиться, ты признаешь, что есть тот, кто лучше знает, и твой мозг чувствует, что ты не эксперт, у тебя есть развитие. Поэтому сколько у нас времени еще? есть. Ну, а как это? Есть, значит, вы говорите, потому что я беспокоюсь, чтобы я там не взяла чужое мнение. Вот. поэтому следующие установки, следующие установки, которые тоже мешают в сфере здоровья. Люди начинают думать, фокусируются на том, где какая болячка, и считают, что любая какая-то ситуативная болячка, которая возникла вот здесь и сейчас, это уже не болячка, от которой они излечатся, а это уже на всю жизнь. Вот у меня у мамы, обнаружен был диабет второго типа. Совершенно случайно обнаружился, потому что не наживала там раны, и обнаружилась такая болячка. Это было пять лет назад, и у нас сразу возникла какая-то дилемма. Либо взять эту болезнь как лейтмотив всей жизни и сказать, ну все, теперь у меня диабет. И дальше это такой лейтмотив. Либо наоборот сказать, это не болячка, это определенные условия, которых я должна придерживаться и преодолевать. То есть, не шаблон застенчивый, а мысль, что иногда мне сложно коммуникатировать с большим количеством людей, я это преодолею. Не шаблон диабет, а мне надо больше времени уделять физической нагрузке, следить за своим питанием. И мы начали думать, как мы решили, что эта болячка позволяет человеку в более раннем возрасте начать переходить полностью до какой образ жизни? на правильный здоровый образ жизни. И у нас теперь получилось, что вот есть такая задача, и мы ее будем осиливать. Мама занимается вот этим занятием компьютера, это самое страшное, что у нас есть. Это страшное самое. А зубу? Дискует зубу? Нет, большой теннис. Большой теннис. Суставы не боят? Вот, ей кто-то сказал, берегите суставы, она повернулась и говорит, сами берегите. А вот зря? А вот зря это из какой? Из какой суставы? Я каталась на горных лирах и ты вихнул суставы. Нет, мы сейчас это делаем. Установку даем. Мы даем установку, подождите, не надо никак. Позитив, позитив. Что там? Нет, человек, нормально, как только заболит, перейдет. Будем надеяться, что-то не случится. Потом, ходила она на танцы. Какое-то время ходила. Вот, что сейчас, английский пошло. Почему важен язык? Потому что язык отвечает за определенные ассоциативные поля мозга. Язык и музыка, язык и музыка запускают определенные поля и продлевают здоровое функционирование мозга. Человек, который изучает язык или любит слушать классическую музыку, изучает, пытается играть, отодвигает на пять лет болезнь Альцгеймера, если она у него есть. Ну, в генах. В генах. Поэтому язык очень важен. Дальше. Декламация стихов. Почему? Когда мы артикулируем, только надо это делать вслух. Когда мы артикулируем активно, у нас, опять же, в кору головного мозга идут сигналы активности. И мозг начинает усиливаться, напрягаться. Чем больше мы напрягаем свой мозг, тем дольше мы будем молоды. Статистика говорит о том, что именно педагоги высших учебных заведений живут дольше. Почему? Потому что они все время должны учиться, потому что все меняется. Они все время должны осваивать новые технологии. И плюс к этому они находятся среди людей, у которых много эмоций и интересов. эмоции интереса очень человека делает здоровым. Это самая позитивная эмоция. Но, к сожалению, с возраста этот интерес начинает у человека уменьшаться. Если рядом такие же, у которых уменьшенный интерес, то они образуются в жестких инглобиратах и на весь мир смотрят как? Минус. Да, через минус. Более того, девочки очень многие, которым 30-35 лет, мы не хотим общаться с мамами, потому что, например, когда происходит звонок от мамы, то мама звонит с тем, что у нее в голосе всегда печаль или всегда безысходность или всегда грусть. И девочка получает, вот мы же резонируем с родителями, моментально вот этот ментальный яд в виде негативных эмоций. Она начинает сразу что делать? Становиться вялой. Особенно, если на других городах. Например, девочка старается то-то-то-то-то. Я хочу помочь с другом понялись. Безтрансом. Мужчина к нам как бы ворвался в наше пространство. Так вот, когда... что я хотела сказать? Ментальный яд. Позитивно с дочкой беседу. Дочка рассказывает отчетка, а мама первым делом говорит, что, тебя еще не повысили? На что она направила внимание? На самое больное. На то, что больное. Или, ага, ну что, ты там кого-нибудь завела? Еще хуже. А внуков ты я дождусь? Керлик. Уже вообще не хочется разговаривать. Поэтому я всегда говорю, как только мама начинает выбрасывать свое напряжение через вот этот какой-то эмоциональный камертон, сразу говорю, мамуля, мамулечка, я тебя люблю, у меня вторая линия. Да. Это работает на сто процентов. Потому что... Сказать, мама, а как у тебя как помидоры? Мама, скажи, мама, а как у тебя как помидоры? Это я учу. Мам, это приятно, что... Это я учу. Слушайте, скажу вам так. Та мама, которая приходит вот сюда, с ней можно про помидоры. Если вы своими ногами сюда пишите, а большинство мам, к сожалению, с возрастом, как только появляется дочка, ты у нее спросишь про помидоры, а она тебе скажет, ну что там помидоры, мне не до них, потому что... И дальше. Поэтому, действительно, это правда. Вот как раз почему я говорю, что мы уже, вот те люди, которые активные, мы по-другому все это делаем. Люди, которые сюда пришли, они уже активны сами по себе. Они уже готовы меняться, они уже готовы... Вы других учите вот этих вот людей, которые по-другому мыслят, потому что гипноз родительский, внушение родителей самое мощное внушение. Когда мать говорит дочери, ну, я не дождусь от тебя внушиться, ну, когда уже будет кто-то, у девочки в этот момент...